Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Сегодня в выпуске вы увидите. Городские коммунальные службы к субботнику готовы. Всего на территории Ленского городского округа будет высажено порядка 5000 с половиной саженцев. Состоялась ежемесячная встреча жителей с руководством медицинских учреждений. Женщина приходит на прием к врачу к кушать-минекологу, описывает свои проблемы. В 10-й школе состоялся муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница-2.0». Ну, в любом случае, дети должны быть чем-то за ним. В администрации муниципалитета прошло 83-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Центральным пунктом повестки дня стало выступление главы округа Станислава Катарова. Он озвучил итоги социально-экономического развития Ленинского округа в 2023 году и задачи на 2024. Почти час длилось выступление главы Ленинского городского округа перед депутатами муниципалитета, большинство из которых принимало участие в заседании посредством видеоконференции. Станислав Катаров озвучил итоги социально-экономического развития Ленинского городского округа в 2023 году и задачи на 2024 год. Городской округ один из самых густонаселенных, тоже об этом можно смело говорить. У нас с вами большое количество жилых домов. В прошлом году ввелось почти миллион квадратных метров жилья, 994 тысячи. Достаточно большой, наоборот, розничной торговли, 126 миллиардов рублей, растет на 9,5-10% в год. Большой оборот оптовой торговли, также рост более 7% в год. Станислав Катаров рассказал, что в 2023 году доходы бюджета городского округа составили 17,5 миллиардов рублей. Задача на 2024 год – сохранить достигнутый уровень доходной базы бюджета, в том числе за счет поддержки предпринимателей и улучшения инвестиционного климата. На сегодняшний день у нас с вами в миллиардах рублей план на 2024-2027 год 23,5. Я уверен, что мы его выполним, потому что в 2023 году было всего 11 инвестиционных проектов. Выполнено сейчас в работе 64 инвестиционных проекта. Отдельно глава округа коснулся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Предпринимательство поддерживается со стороны области. И в прошлом году у нас также программа поддержки наша муниципальная была сверстана и составляла 2 миллиона рублей. После обращений наших предпринимателей, которые мне депутаты доводили, со Саниславом Николаевичем мы общались по этому поводу, мы увеличили ее в 5 раз до 10 миллионов рублей. Понятно, что это не какая-то сверхъестественная сумма, но для наших малых и средних субъектов бизнеса, которые только-только начинают и раскачиваются, на первом этапе это очень важная поддержка. На территории Ленинского городского округа ведется активное жилищное строительство. В ближайшей перспективе это приведет к приросту населения более чем в 550 тысяч человек. На карте видите нанесенные только самые крупные стройки, которые на сегодняшний день есть в нашем городском округе. Это сейчас реализуемые ППТ, это 10,2 миллиона квадратных метров, они уже находятся в реализации. Нам необходимо со своей стороны, и мы сейчас это делаем, позаботиться о наличии достаточного количества транспортного сообщения дорог и, соответственно, легкий рельсовый трамвай, поручение, по которому я от губернатора получил, когда он был здесь, и мы сейчас им очень плотно занимаемся. Говоря о вопросах развития медицинского обслуживания на территории муниципалитета, Станислав Катаров сообщил депутатам, что в ближайшее время в округе появится 8 подстанций скорой помощи. Кроме того, идет строительство поликлиник. Мы хотим идти опережающими темпами, чтобы подстанции появлялись раньше, чем строятся жилые микрорайоны или, соответственно, запускаются какие-то большие крупные производственные предприятия. Со всеми застройщиками мы ведем работу по передаче нежилых помещений под запуск объектов здравоохранения. Еще один из приоритетов работы администрации – строительство дошкольных и школьных учебных заведений. Станислав Катаров рассказал, что в 2023 году на территории муниципалитета было открыто 3 школы более чем на 3000 мест и 8 детских садов на 2165 мест. Планируем в этом году ввести 6 детских садов на 1670 мест. Все в графике. 6 школ. Если говорить этот и немножко следующего, немножко это первый квартал, первый-второй квартал следующего года, это уже 7 школ. В стройке, то, что не отражено, но мы об этом знаем, ЖК «Римский» – школа на 1350 мест и другие школы, которые чуть более в поздний срок будут введены. В сфере развития ЖКХ в прошлом году проведено 7 различных мероприятий, направленных на улучшение тепла и водоснабжения жителей ряда поселений. Капитально отремонтировано 52 многоквартирных дома и 32 подъезда. Благоустроено 7 дворов. В детских игровых площадках было построено 8 контейнерных площадок. В этом году у нас также 7 дворов, 7 дипов. Строительство наружного освещения не во всех они в дворах есть. Три пешеходных дорожки и капитальный ремонт у нас затронет 55 многоквартирных домов. Говоря о ремонте дорог, Станислав Катров сообщил, что в прошлом году было нанесено 177 километров разметки, установлено 700 метров пешеходного ограждения и отремонтировано 18 участков автомобильных дорог. В этом году также мы ставим для себя задачу до 9 мая полностью закончить разметку по нашему городскому округу и приступить уже к таким праздничным майским мероприятиям. Мы в этом году делаем 16 участков, они здесь перечислены. Также глава муниципалитета отчитался о работе по увеличению подвижного состава на автобусных маршрутах округа, которая была проделана в последние месяцы. Сейчас нам удалось привлечь 29 новых автобусов, 10 из них учил лично Андрей Юрьевич Воробьев, наш губернатор. Сейчас нам необходимо еще 23 автобуса. Вчера только с Андреем Пальтовым разговаривали, он говорит, уже не 23, уже 24. Хотят еще больше наши коллеги, но я уверен, что их может быть даже и не 24 уже нужно, потому что, когда мы с жителями общаемся, просят чуть-чуть изменить маршрут или добавить новый, и это требует дополнительных автобусов и их запуска. Мы обязательно будем этим вопросом заниматься очень плотно, чтобы движение по нашему муниципалитету было по расписанию, и для нас это приоритет. Говоря о вопросах экологии, Станислав Катров отметил, что в прошлом году на территории округа при проведении различных акций было высажено около 3000 саженцев и пригласил собравшихся и жителей города принять участие в грядущем субботнике. У нас большое количество центральных площадок. Знаю, что и управляющие компании организовывают площадки рядом с собой. Значит, знаю, что и наши все школы участвуют в этой акции, и сады в том числе. Ну и с нами на центральных площадках жители тоже могут принять участие. И в высадке деревьев, и в покраске лавочек, и в других мероприятиях. Также среди приоритетных задач на ближайшее будущее, которые упомянул Станислав Катров, расселение аварийного жилья, развитие туристических, спортивных и культурных объектов. Отчет главы округа депутаты приняли единогласно. Максим Козлов, Александр Логинов и Катерина Давлятова. Видное ТВ. Возможность лично обратиться со своим вопросом к главе Ленинского городского округа Станиславу Катрову получили жители села Молоково. Именно здесь в этот раз проводилась выездная администрация. Выездная администрация – это актуальный диалог с жителями, способ оперативно и эффективно решать вопросы. Так жительница села Остров основательно подготовилась к встрече. Одним из самых острых оказался вопрос о территории возле памятника погибшим в Великую Отечественную войну. Сейчас за речкой строится коттеджный поселок и стройматериалы свои возят через наше село. И за зиму, и за весну грузовые огромные машины разрушили нам часть дороги, часть обочины. Ответ не заставил себя долго ждать. Директор МБУ благоустройства Дмитрий Черкасов обещал проехать и посмотреть данную территорию после мероприятия и исправить недочеты к 9 мая. После окончания мы поедем в сторону Видного. Я проеду сам. У меня заместитель там стоит. Мы сейчас проедем через остров и посмотрим состояние, и потом примем решение. Территорию возле дома перекопали для проведения работ и не убрали мусор. В такой ситуации оказалась жительница села Молокова Людмила Ведерникова. В доме на школьной улице проживает 12 семей. И смотреть из окна на беспорядок никому не хочется. Там деревья стоят на нашем участке посаженные. И они все перекопали. И там сейчас такие ямы дерево на углу погубили. Вопрос был взят на контроль заместителем главы Верой Поповой. Она приняла все замечания и пожелания во внимание. Вера Петровна сказала, что будут проверять, смотреть и реагировать. Я считаю, что это правильно. Все смотреть будут. Вопрос поставили на заметку. После общения продолжилось с главой Станиславом Катеровым и проходило в формате вопрос-ответ. Больше всего жителей волновала организация работы общественного транспорта и образовательных учреждений, а также нехватка рекреационных зон. Не предусмотрено для обычного человека, чтобы пройти, проехать и так далее. Только авто и быстронесущие машины. Можно сделать какую-то тропинку, чтобы люди могли там ходить. Решение этого вопроса требует большого внимания. И это будет не просто тропинка, а благоустроенная лесная зона. Станислав Катеров рассказал, что проект находится в разработке. Мы посмотрели, действительно ходить-то негде и гулять негде. И совместно с несколькими застройщиками проработали проект, который, наверное, будет одним из самых больших, крупных и амбициозных в Московской области. Тут порядка 1200 гектар лесной территории. И совместно с лесом мы сейчас еще ничего не согласовали, чтобы вы понимали. Это проектное решение, которое мы сейчас прорабатываем. Владимир из поселка Солнечный остров переживает о наличии мест в школах и детсадах, потому что рядом строятся новые дома. Будет застраиваться там какой-то, по-моему, микрорайон. Почему сейчас сразу же не рассматривать там, допустим, школы, детские сады, для того, чтобы нас потом было проще включить в этот населенный куш. Станислав Катеров объяснил, что застройщик обязан обеспечить места в детских садах и школах только для тех, кого он привлечет. Если школа, к примеру, в 500 метрах под Солнечным островом, и ее можно расширить под вашей потребностью, я это решение. Я согласен. Открытый диалог помогает наладить взаимодействие жителей с администрацией и оперативно реагировать на запросы населения. Дмитрий Книга, Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. 27 апреля состоится Всероссийский субботник. В Ленинском городском округе в рамках экологического мероприятия, помимо уборки общественных территорий, на нескольких городских площадках будут высажены деревья и кустарники. На Аллее Славы, одной из площадок проведения Всероссийского субботника, к предстоящему событию почти все готово. Здесь в рамках акции будет высажено 40 елей и 10 сосен высотой около 4 метров, которые прекрасно дополнят хвойный ансамбль центральной зоны отдыха. К тому же деревья хорошо адаптированы к климату средней полосы и достаточно неприхотливы в уходе. Всего на территории Ленинского городского округа будет высажено порядка 5000 с половиной саженцев разных пород, разных деревьев, разных кустарников. Возраст саженцев разный. Кусты, деревья, елки, ели, сосны, дубы. Возраст разный. От 3 до 5, до 7 лет, до 8 лет. В зависимости, какой сорт дерева. Помимо деревьев придадут ярких красок и цветочные клумбы, в конце апреля традиционно высаживают однолетние растения. Первыми начнут подмигивать жителям и гостям города Анютины глазки или по-научному Виола. Как рассказали сотрудники МБУ благоустройства, всего около 300 тысяч саженцев этих цветов станут украшением улиц, скверов и парков муниципалитета. Сажаем мы их миксом. Миксованные, то есть не конкретные цвета, а разные цвета. В одну клумбу высаживаем для того, чтобы в разных цветов красиво было. А в субботу сажать деревья и кустарники будут также на Завидной улице, Солнечном бульваре и в поселке Петровское. Принять участие в экологической акции может любой желающий. Инвентарь, угощение и хорошее настроение обеспечены. В историко-культурном центре состоялась очередная встреча жителей с руководителями учреждений здравоохранения Ленинского городского округа, на которой медики ответили на все интересующие вопросы граждан в сфере здоровья. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Встречи руководителей медицинских учреждений с жителями проходят каждый месяц. Любой желающий может прийти и задать вопросы врачам о том, как записаться к узкопрофильному специалисту или о порядке направления в стационар. Столкнулась с такой ситуацией, когда гинеколог и антокринолог. Имеется ли у вас в центре такой специальности? Женщина приходит на прием, врачу кушает гинекологу, описывает свои проблемы. И доктор тогда уже сам записывает от врача к врачу. Многие местные жители регулярно посещают эти встречи, потому что после таких диалогов действительно видят результат. Мероприятие отлично. Задумано замечательно. Общение необходимо. Кроме того, у медиков есть возможность информировать население о строительстве новых медицинских учреждений на территории муниципалитета. Так, например, скоро в деревне Сопронова откроют поликлинику, которая будет рассчитана на 750 посещений в смену. Будет вестись прием детского и взрослого населения. Ожидается, что в данной клинике будут вести прием врачи-терапевты, педиатры, а также узкопрофильные специалисты. В том числе будет отделение диагностики, гастроскопии, физиолечения и отделение реабилитации. Заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова от лица администрации вручила присутствующим подарки. Напомним, что встречи населения с руководителями учреждений здравоохранения планируют заранее. Всю необходимую информацию можно найти в открытых источниках. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Одна из самых популярных игр в Советском Союзе переживает второе рождение. В видновской школе номер 10 состоялся муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница-2.0». В соревнованиях приняли участие четыре команды из образовательных учреждений округа. «Зарница-2.0» – уверены организаторы состязания, позволит подрастающему поколению получить необходимые навыки выживания в экстремальных условиях и оказание первой помощи. По замыслу проекта «Движение первых» обновленная игра станет важным элементом патриотического воспитания молодежи. «Зарница в наше время немножко по-другому в формате проводила. Мы и бегали, и прыгали, и погоны срывали. Здесь немножко в таком, в щадящем режиме, я бы вам сказал. Но в любом случае дети должны быть чем-то заняты. Поэтому здесь мы посмотрим ихнюю выпарвку, посмотрим смекалку, на что они способны. Вот как-то так. А дальше будем видеть. Конечно, хотелось, чтобы наши ребята на региональном уровне заняли призовые места». Площадкой для проведения игры стала Витновская школа номер 10. После построения отрядов и дружного исполнения гимна России команда отправилась выполнять испытания. Благодаря знаниям, ловкости, выдержке и, конечно же, боевому настрою старшеклассники успешно проходили все этапы соревнований. «Методика заданий для этапов дана от Федерального отделения Общероссийского движения детей и молодежи, движения первых, но с пометкой, что каждый округ может вносить свои изменения. Мы внесли изменения в этап полоса препятствий, адаптировали под те возможности, которые имеются у нас в муниципалитете». Знания отечественной истории, оказание первой медицинской помощи, спортивная подготовка и полоса препятствий. На всех этапах ребятам необходимо было продемонстрировать свои лучшие качества. Участники из Видновской школы номер 11 уверены, что залог успешного выступления – это регулярные тренировки. «Пришли самые сильные, самые уверенные, самые мужественные. Занимались строевой подготовкой, занимались сборкой-разборкой автомата, занимались медициной, первой помощью». «Нужно быть сильным духом и, ну, конечно же, готовиться. Все равно важна и теория, и практика». А вот Роман Душкин, капитан команды школы поселка Володарского, считает, что главное – взаимопонимание в коллективе. «Мы из разных классов, но в одну школу учимся, друг другу помогаем. На всякие разные мероприятия ездим, на спортивные, на военные, на патриотические. Все ребята у нас достойные. Думаю, сегодня первое место обязательно займем». И Роман оказался прав. Победителем муниципального этапа стал отряд Володарской школы. Теперь ребята будут представлять Ленинский городской округ на областном этапе Зорницы. Наталья Буслаева, Кирилл Ванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Видном состоялся 15-й открытый фестиваль-конкурс художественного слова «Зубовские чтения». Местом проведения стала детская школа искусств. Со сцены звучали не только стихи Евгения Зубова, но и произведения других поэтов Подмосковья о природе, родине и любви. Для кого-то «Зубовские чтения» – это шанс проявить себя, для других – возможность познакомиться с творчеством литераторов. Но в первую очередь это дань памяти Евгению Зубову, поэту из Месайлова. Племенница Евгения Петровича, Валентина Банникова, частый гость «Зубовских чтений». Она считает, что читателей в творчестве поэта привлекает простота слога и знакомые каждому сюжеты. Близка природа, ее красота, вот все это, что нас окружает, для нас, для всех это очень близко. И, наверное, может быть и просто, вот что, просто и доходчиво для всех. Большая благодарность всем, кто продвигал Женин талант, кто этого добивался. Очень большая благодарность всем тем людям, кто занимался этим большущим проектом. Конкурс «Зубовские чтения» проводится с 2010 года. За это время в нем приняли участие более трех тысяч человек. Большую роль в создании фестиваля сыграло литературное объединение имени Шкулева. В 2009 году возникла идея, что а вот хорошо бы, чтобы сначала школьники, младшие школьники в основном читали стихи Зубова на конкурсе. И был вот учрежден такой конкурс, который назвали «Зубовские чтения». Членом жюри 15-х «Зубовских чтений» стал председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов. Он отмечает, что выступающему на конкурсе необходимо донести до зрителя посыл автора. Задача нас, писателей, пробуждать глаголом «жечь сердца людей». Важно поэтому, конечно, не только хорошо написать, но и хорошо представить творчество. И «Зубовские чтения», которые вот уже 15 лет проходят в городе Видное, Московской области, яркий пример того, как надо представлять хорошую, качественную поэзию. Формат мероприятия постоянно менялся. Изначально в конкурсе участвовали только школьники, теперь фестиваль открыт для всех желающих любой возрастной категории. «Я участвовал во всех мероприятиях, посвященных Зубову. Мои, так сказать, усилия творческие были оценены. И вот в прошлом году мне присудили Зубовскую премию». Семилетняя Кира Смиркина принимала участие впервые. Она выбрала стихотворение Евгения Зубова «Март». «Спасибо, жизнь, за новую весну, с которой повторится все сначала». Я решила выбрать именно это стихотворение, потому что мне нравится природа. Алексей Гоштинарь выбрал для исполнения на конкурсе стихотворений Евгения Зубова «Яблоня». Я его выбрал, потому что мне очень понравился смысл этого произведения. То есть, о чем он и как он написан был. «Она жила немало лет на свете, Ее плодам так радовались дети, В голодном детстве яблок сладкий дар». Зубовские чтения – это возможность проявить себя, а также увековечить имена писателей Подмосковья, стихи которых передаются из поколения в поколение. Дмитрий Книга, Инга Янчук, Алексей Астафуров, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Вот уже 10 лет видновский хореографический ансамбль «Соловушка» радует своих зрителей русскими народными танцами. О большом юбилее коллектива наш следующий сюжет. С юбилеем «Соловушка» хореографическому ансамблю «Соловушка» 10 лет. Заводная музыка, яркие костюмы, аутентичные постановки и сослуженные овации. Остаться равнодушным к этому коллективу, исполняющему русские народные танцы, совершенно невозможно. «Переди на этаж, жили такие крошечки, русские макрю». 10 лет назад в ансамбле было всего 5 участниц, а сейчас в дружной танцевальной семье более 50 человек. В основном, конечно, девочки и девушки, но есть и 4 мальчика. Удивить и порадовать зрителей, подарить положительные эмоции. Такие амбициозные задачи ставит перед коллективом руководитель «Соловушки» Александра Рахвальская. Мы ездим очень много. Вот сейчас после концерта сразу поедем в Белоруссию на международный конкурс. Нас пригласили. Были в разных городах и в Казани, и в Сочи. В основном всегда лауреаты первой и второй степени. Но вот очень хотим гран-при. Надеюсь, что десятилетие нам поможет в этом году. И мы все-таки до него дойдем. И на городских мероприятиях, конечно, выступаем. На всех. Вот сейчас 9 мая готовимся. Александра Рахвальская не только бессменный руководитель, но и хореограф, режиссер, художник по костюмам. И вторая мама для всех участников коллектива. В юбилейном концерте зрители смогли увидеть лучшие выступления и яркие творческие поздравления от коллег и друзей. Первые 10 лет стали для ансамбля очень насыщенными. Коллектив слажен и талантливый, так что гастрольный график плотный и Соловушку знают далеко за пределами видного. Репертуар велик и разнообразен. В каждой области России есть свои традиции и обычаи народных танцев. Анна Худоярова в коллективе уже больше 6 лет. И главное пожелание Соловушки – только вперед. Чтобы мы везде занимали все самые хорошие места, даже если это просто какие-то концерты, чтобы все всегда было хорошо, без каких-либо происшествий. За успехами дочери с радостью наблюдает мама Анны Татьяна Худоярова. Ну это грация, такая спинка, выправка. Это азы любых танцев, а после народного, мне кажется, можно любой танцевать. Когда дочь на сцене, какие чувствуете? Плакать хочется. Ну какие-какие, гордость, конечно. Ну да, слезы, не без этого. Следующие 10 лет обещают стать для хореографического ансамбля еще более яркими. Вдохновение тебе, видновская Соловушка. Я люблю Соловушку и желаю, чтобы она гремела во всем Подмосковье. Наши танцы самые лучшие. Екатерина Коваленко, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова